Всем привет! Сегодня у меня будет такой коротенький арт-влог. Я готовлю картины к выставке и решила показать, как я это делаю, а заодно попутно расскажу о каких-то дополнительных фишечках. Итак, ну начну с того, что вот это моя картина. Серия будет называться «Русский лес». Это серия нарисована по моим личным фотографиям. Мы ездили в марте на Лосиный остров, биостанция, и там вот были очень красивые и животные виды, и четыре из этих картин, которые уже готовы, они будут висеть на выставке «Русский лес». О ней я потом тоже попозже расскажу. И первая картина – это вот лосиха Дуня. Начну с того, что рисовала я ее на пастель карт с Энелье. Она уже есть, про нее есть видео. Сразу хочу сказать, что бумага поддается исправлением, потому что вот здесь у меня изначально был другой лось в другом ракурсе. Я смахнула кисточкой аккуратненько щетиной. Потом вот такая вот у меня есть кисточка, мягкая. То есть я ее все смахнула и заново нарисовала. Шикарная бумага, удерживает миллион слоев, миллион исправлений. Прежде чем рисовать, у меня есть вот такие старые рамочки от Икея. Как я уже тоже говорила в одном из видео, я всегда, прежде чем рисовать, подбираю формат. Для того, чтобы потом, когда срочно нужно оформить картину, не нужно было ездить в поисках паспарту, а можно было просто поехать купить рамку в Икея. Вот здесь я вижу, что у меня все идеально подходит. Тютелька в тютельку. Мне нужно поставить подпись. Подпись я буду ставить коричневым карандашом, так как в основном здесь преобладает коричневый колорит. И сейчас дополнительно покажу, как я точу карандаши. Я точу их только из-за пол. Уже давно отказалась от всяких точилок. Очень это все бесполезно. Упираю карандаш в большой палец и аккуратненько ножом срезаю. Как видите, порезаться я ни разу не резалась. Довольно быстро. И карандаш как-то остренький. Так, теперь вот эту рамку я убираю. Она мне уже не нужна. Да, здесь у меня лежит, как вы видите, рама из Икея. Картина у меня А3. Соответственно, рама где-то... Где-то, а она 40 на 50 уже с готовым паспарту. Мне это очень удобно. Вот тут вот я, наверное, поставлю свою подпись. И теперь покажу, как я распаковываю рамы и дальше, как я оформляю картины. Распаковываю с помощью резака, но с обратной стороны. Для того, чтобы не повредить ластик. Стол у вас должен быть чистый, так как рамы эти пачкаются довольно сильно. Также вот эти уголки, я их не снимаю, потому что у меня будет транспортировка довольно далеко и картин много. И чтобы рамы не повредились, лучше, если они останутся на картине. На раме, вернее. Как я уже раньше говорила, Икея использует пластик вместо стекол. И на самом деле, для выставочных вариантов это очень неплохо. Потому что, когда у вас много картин, и не вы занимаетесь их развеской, то нет гарантии, что с картиной ничего не произойдет. Поэтому в этом плане пластик очень удобен. То есть, если картина упадет, или с ней что-то случится в процессе, по крайней мере, вы будете уверены, что она не повредится, то есть стекло не разобьется. Поддеваем уголок аккуратненько, пленочки. И вот таким вот образом убираем. Теперь нужно, конечно, все это делать очень аккуратно, потому что пластик царапается. У него прилипает разная пыль. Теперь мы его кладем аккуратно. Добавляем. Дальше я кладу паспарфюм. И теперь мне нужно положить картину и зафиксировать ее. Я сначала немножко стряхиваю основной пыль с картины. Теперь я кладу ее. Так как она у меня довольно впритык, то здесь очень важно совместить все края. И теперь я беру скотч. Не пугайтесь, что у меня сегодня такой зеленый скотч. На самом деле он очень хороший. Довольно легко подкрепляется при желании от картины, если нужно. И я фиксирую сначала только вверх для того, чтобы посмотреть, как я попала или не попала в паспарту. У меня все устраивает, поэтому дальше я фиксирую скотчем по всей стороне картины. Для чего нужно фиксировать скотчем? Картины висят в разных условиях для того, чтобы они не деформировались от перепада температур, желательно, если картина будет зафиксирована со всех сторон. В принципе картина моя упакована. Естественно, потом перед еще раз отправкой уже я, может быть, открою какую-то пыль, беру, но сейчас, когда мне надо быстренько все оформить и посмотреть, как это будет смотреться, это выглядит следующим образом. Да, конечно, для конкретно этой картины подошла бы, наверное, другая рама, но так как у меня, я уже говорила, 5 картин, и мне нужно было единое оформление, поэтому я остановилась на белых рамочках, они более универсальные. Вот так вот выглядит оформленная картина. Как видите, быстро, аккуратно, самое главное, очень бюджетно. Вот такой вот коротенький арт-влог, надеюсь, он был полезным, поэтому рисуйте картины, оформляйте их в рамы и вешайте на стену, потому что они должны радовать глаз. Всего хорошего и до новых встреч! Еще одна картина из этой же серии, но здесь сейчас я покажу как раз немножко исправления. Это был грунтованный картон от склейки. Я его грунтовала грунтом Art Spectrum Colorfix. Как видите, он прекрасно выдержал много слоев. Да, сначала он был затонирован голубой акварелью, но мне вот картина полежала, и мне не нравится вот эта вот часть. Мне кажется, она здесь лишней был, вот этот сугроб. Я ее сейчас хочу исправить, и я вам покажу, как я это делаю. То есть сначала щетиной кисточкой я смахиваю лишнюю пастель. То есть, как видите, она довольно легко убирается. Я хочу сделать полностью здесь освещенную часть, у меня свет идет с этой стороны как раз. Мне кажется, будет красиво, если здесь будет просто светлый снег. И немножко добавлю тени. Я хочу показать переход. Мне кажется, вот так будет поинтереснее. в принципе можно, конечно, сделать еще парочку дорожек. Это так было, когда я не буду делать. А я не могу, чем я знаю. Затунь на поле. А я пусть не позволяю. Но очень интересно вы помните. Я не хочу показать, пока я не могу. я и что-то потом пообщался. А я хочу затон, чтобы помочь у меня здесь. Я думаю, что я так думаю, что это я захотел. Я думаю, это то, что я так понимаю. А я хочу. Субтитры сделал DimaTorzok Я немножко добавляю розовый тоже,чтобы придать освещенности. Мне кажется вот так будет поинтереснее. Все, теперь осталось тоже поставить подпись и упаковать в раму. Но здесь я уже вам не буду показывать,так как картина 40 на 50, рама еще больше, у меня просто физически моя камера все это не уместит у себя. Вот еще один вам пример,как можно легко на пастели исправить любой недочет,что-то изменить,что-то привнести. Так что в этом плане конечно пастель замечательная техника. Я ее очень сильно люблю. Всем вам рекомендую ее пробовать и не бояться. Потому что как вы видите все очень легко исправляется,подправляется и в принципе ничего сложного нет. Большое спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.